о слышно хорошо было так бла-бла-бла-бла-бла все на мой стрим об 60 фпс сейчас не удается проверить разумеется потому что игры еще нету и я думаю целый раунд мне придется сидеть и ждать возможности зайти на сервер но это конечно не очень придумано то что если очередь полная ты даже не можешь со словом попасть на сервер это конечно не так как джимми на своем случае ты можешь попробовать быть спектаком еще раз по реконекте потому что мне удалось обогнать да я знаю просто я не могу просто себе это позволить и потому что каждый раз когда кликаю кнопочку реконект я чувствую как я добавляю лагу у меня мочит совесть спектакль лететь я не раунд полетать согласен командиром вынужденная такой техническая пауза смотрите внимательно нашу страничку вот а мне как не хочу но если первым нашему серверу и если то есть кто в могут у меня вот очень нравится у меня сейчас в комментариях проскочила фраза то что зачем нужен ключ на премию поднешиваясь чтобы участвовать в ивенте нужен премию у людей господи стримы в основном делают для людей которые смотрят как они играют параллельно сервере поэтому все просто никогда не плохо выиграть еще как у него даже не в этом дело то есть если бывает смотрит то разумеется он смотрит для того чтобы посмотреть и возможно он смотрит ну потому что у него нет желания поиграть потому что у него нет времени и он не может поучаствовать и в общем я считаю то что вполне логичный вот то что время разыгрывается на стримах вот если бы они разыгрывались в игре это было бы конечно странно тут не поспоришь уже так зашел я в спектатор прекрасненько работает уже слышит там громкие звуки на заднем плане это как вы поняли звуки языка так ну что ж я замолкаю да сейчас последние настройки делаю ну игорь расскажи нам знаешь о чем пока я считаю я считаю тебе нужно рассказать о том какие у дайсов были изначально планы касательно фанель стенда первые когда слухи появлялись если ты помнишь процент подтверждения этих слухов как ты можешь оценить процент подтверждения интересный вопрос я думаю ты говоришь о вот этой всей теме с ядерным революшеном в частности в частности в частности но на самом деле дополнение только вышло я чуть-чуть не сказал что ядерного революшена тут нет его надо искать как мегалодона сюрприз возможно потому я как бы не ставил еще бы на нем крест и может быть где-то есть какая-нибудь заветная кнопочка спрятанная в ледяной скале которая взрывает всю карту ну на самом деле я думаю нет но тем не менее мне кажется разработчики в какой-то мере превзошли ожидания потому что они добавили достаточно интересное оружие туристичное типа трейплана или вот этого метрисформа который фигачит на 40 тысяч мастеров с другой стороны все давно ждали зимние карты ждали ночные карты поэтому какие-то реалистичные запросы сообщества я думаю разработчики а вот что-то прямо из разряда фантастики ну уж простите на то она и фантастика по мне им надо было все-таки добавить пять стволов для всех ну в смысле для каждого класса по стволу потому что лук и два батлпикапа как-то не серьезно ну это то что вообще никто не думал что может появиться в атлетике все обрадовались